Здравствуйте, это Постскриптум, я Людмила Батюшкина. У нас впереди 30-летие создания вооруженных сил Республики Казахстан и 9 мая. Сегодня мы поговорим об этом с членом Координационного совета Гражданского альянса Карагандинской области Сериком Санубаровым. Серик Санубаев родился в чилийском районе Казалардинской области. Окончил экономический факультет Каргу, работал на различных должностях в финансовых и налоговых органах Карагандинской области. С 2004 года на общественной работе в Ассоциации предпринимателей Карагандинской области реализовывал международные проекты. В настоящее время является исполнительным директором Ассоциации предпринимателей Карагандинской области, эксперт Института экономических исследований Министерства экономического развития и торговли. Два года был главным менеджером проектного офиса по реализации программы Рухани Женгыру в Карагандинской области. Член Совета по взаимодействию с НПО и Регионального координационного совета по вопросам предпринимательства при Акиме Карагандинской области. Награжден несколькими юбилейными медалями от президента Республики Казахстан и грамотой Акима области. Серик Малибекович женат, у него трое детей и четверо внуков. Любит спорт, бильярд и путешествия по историческим местам. Здравствуйте, Серик Малибекович. Здравствуйте. Можно сначала спрошу вас личную вашу историю, служили ли вы в армии, как это было, где? Да, служил в советской армии еще. Это было после учебы, я уже устроился на работу, и меня на полтора года призвали в ряды советской армии. Я прослужил в нескольких городах, в железнодорожных войсках, то есть изнутри почувствовал, что такое вооруженные силы, что такое служба в армии, и что такое выполнить свой патриотический и гражданский долг перед Родиной. После учебы, то есть это после вуза, и у вас была уже офицерская должность? Нет, это было после вуза, но по возвращении мне присвоили уже офицерское звание, ну, в те годы, если военной кафедры не было, тогда надо было служить. Ну, те, у кого военные кафедры были, те на два месяца просто на сборы выезжали, и потом им присваивали вооруженные звания офицера. Тяжело ли это было? Вот сейчас, это же тоже большая проблема у нас, люди не хотят идти в армию, и военкомы просто, что называется, с фонарями и собаками разыскивают и набирают, вот с трудом набирают необходимое количество людей для призыва. Да, такая проблема есть, такая проблема существует, ну, здесь, наверное, много факторов влияет на это дело, где-то и государство в целом в ходе реализации вот этой военной политики нашей, допустили какие-то, может быть, промахи, в целом состояние социальное, такое самочувствие населения тоже на это как-то влияет. То есть, вот этот дух патриотизма, дух долга служения Родины, вот это вот у людей почему-то исчезло. Ну, я не скажу, что у всех, но да, такое есть, мы в жизни же сталкиваемся, люди рассказывают, как бы сделать, чтобы в армию не пошел, там и так далее. То есть, конечно... С каким чувством вышли в армию? Во-первых, с чувством долга, на самом деле, с чувством долга, хотя в то время тоже были уклонисты, но это было не так легко сделать в то время, это только надо было иметь там, как в то время говорили, серьезный блат, серьезные знакомства, связи, чтобы от этого... Ну, а сейчас, в принципе, сейчас, на самом деле, основания, чтобы не служить, они же прописаны у нас в законодательстве. Поэтому, если человек учится, он может отложить на время учебы и так далее. Поэтому все начинают вот эти ходы-выходы искать. Ну, или просто прячутся. Да, частных вузов много, начинают там туда, хочет, не хочет, там поступают, ну, чтобы уйти от... На самом деле, конечно, это неправильно, это ситуация абсолютно неправильная. Здесь надо, в целом, системную работу вести, начиная со школы. Вообще, вот, военное дело, оно ведь и в школе преподается. Вот, я помню, что вот у нас военное дело было, мы там серьезно так, действительно, по-армейски там, чуть ли не встроим, в класс заходили, чуть ли не там, как учитель был, как будто командир перед нами стоит там. То есть, такое ощущение было. Вот, поэтому, построже надо с этим, начиная со школы, я думаю, в вузе, конечно же, на это дело тоже внимание обращать. Нужно прививать. Конечно, над этим государство работает, есть закон специально, законодательство у нас, станцию прописано. У нас есть отдельная военная доктрина, кроме законодательства. Вот, как раз-таки, в 93-м году, по-моему, ее приняли. И заложено таким образом, что у нас армия состоит из контрактников. То есть, 70% военнослужащих – это контрактники, и 30% – это призывники срочной военной службы. Поэтому, может быть, и это тоже как-то влияет, ну, как бы, есть профессионалы, есть контрактники, пусть они служат там и так далее. Поэтому, какой-то, может быть, и повод дали, чтобы вот, как раз-таки, и уклонение было, и нежелание там служить в армии. Потому что есть определенная квота, есть определенное количество. Но сейчас за это серьезно взялись. Я смотрю так, это тоже по разговорам там наблюдаю, что если уклоняешься, раз уклонился, два уклонился, к тебе уже приходит домой участковый, и уже там дальше работают правоохранительные органы, вплоть до арестов и так далее. Я напоминаю, сегодня мы говорим про 30-летие вооруженных сил Республики Казахстан и про День Победы. И в гостях у нас член Координационного Совета Гражданского Альянса Карагандинской области Серик Санулбаев. Самое главное, о чем говорят матери молодых людей, что в армии дедовщина. Хотя вот с военными разговаривали, они говорят, что в советское время она была больше. Как вы? В наше время, в советское время, даже когда я служил, дедовщина была. Вообще, я считаю, что это была основой порядка, основой дисциплины. Хотя, принято говорить, что это, на самом деле, воинская дисциплина, она должна формироваться образом жизни, образом солдата советского и так далее. Но, на самом деле, это порядок, дисциплина. И благодаря вот этой иерархии, которая существовала в советское время, она так и была. Ну, по-хорошему, должно было, что старшие, более старослужащие учат и воспитывают молодежь. Командиры же 24 часа в сутки не находятся же с военнослужащими. Они утром придут, занятия какие-то провели, что-то это. Ну, в 6 часов домой. Ну, просто иногда до маразма доходило же, красить траву зубной щеткой, драйвить ванитазы. Все это было, конечно. Ну, вечером остаются уже сами с собой. Дежурный офицер где-то в штабе сидит. Самим себе предоставленный. Конечно, здесь уже начинает роль играть там дед, там черпак, там еще какие-то названия были. Вот. И молодые, конечно, испытывали определенные гоняния, конечно. Ну, сейчас, я думаю, что в нашей армии сейчас такого нет. И мне знакомые говорят, вот, да нет, говорит, нормально. Особенно в элитных войсках, там, например, десантура, там, или какие-то ракетные войска, там, пограничные. Там, как бы, вообще, в принципе, все спокойно, все одинаково. Если ты полы драешь, то все драют полы, дежуришь, значит, дежуришь, там, и так далее. А в каких-то других войсках, особенно вот сухопутные, там, строительные части, железнодорожные части, ну, я не думаю, что сейчас, как в советское время есть дедовщина. Определенные какие-то, наверное, существуют, но, по-моему, нет. Все-таки в основном все говорят, что нет такого. Поэтому и сейчас ведь предоставлена возможность такая, что ты, в принципе, по желанию, там, твое чадо, твой ребенок может служить поблизости, там, от твоего города, где ты живешь, или области. Там, пожалуйста, мне кажется, самое главное, там, по-моему, два месяца где-то надо обязательно до присяги там отслужить, а потом, да, учебка там. И потом возвращаешься, в принципе, недалеко, там, в своей регионе. Знаю очень много вот зеленой балки, там, вот здесь у нас в городе, там, служат ребята, которые живут в городе, Караганде. И год всего лишь служат, не как раньше, там, два года или полтора года. Поэтому, как-то это время быстро проходит. Вот мой сын, например, он служил здесь, в Майкудуке, два месяца. Ну, как бы, вот это вот платное. Ну, это было связано с тем, что, ну, просто у него были планы. Это имеется в виду альтернативная служба. Да, альтернативная, да, такая, как бы, коммерческая, на платной основе. Просто у него были планы поездки, там, по делам своего бизнеса. Поэтому я, он говорит, я служу с удовольствием, но долго не могу. Ну, вот это вот, это самое. Ну, это тоже служба. Ну, одна из причин еще говорят, что, по крайней мере, это официально даже говорят в Министерстве обороны, что мешают очень много кредиты, которые семьи набирают, особенно если, например, нет отца, семьи, то есть этот молодой человек практически за главу семьи, набирают кредиты, и потом, если он уходит в армию, никаких отсрочек, то есть потом это выливается в плохую кредитную историю и санкции от банков. Ну, есть такое, наверное, дело тоже. Это, я же говорю, социальные вопросы. Социальные вопросы, они вбирают в себя очень много же аспектов, в том числе и вот эти кредиты. Ну, конечно, если для семьи он, мать работает на двух работах, на трех, возлагает определенные надежды, вот он школу закончил, и он видит ситуацию в семье, там, лучше пойти работать, чем год терять, там, и так далее. Наверное, это с точки зрения вот этой вот своей, наверное, правильно. Но есть же все-таки еще страна, есть долг, есть честь, есть патриотизм, чувство, любовь к родине и так далее. Вот эта духовность, мне кажется, она должна быть на первом плане. Не знаю, я вот племянников, сына всегда говорил, вы не думаете, что это вот можно скосить там армию. Это вопрос в другом, вопрос вот в том, чтобы ты именно свой долг отдал Отечеству. Вот в этом твой долг заключается. Потом, пожалуйста, работай, там, занимайся делами, бизнесом, учись и так далее, пожалуйста. Но долг в своей родине ты должен, обязан отдать. Обязан, не просто должен, а обязан отдать свой долг Отечеству. Ну, вам по роду своей общественной деятельности приходится воспитывать и молодежь, да, и вообще. Вот к ним, вот что бы вы сказали сейчас? Сейчас у вас есть возможность обратиться. Да, мы встречаемся с молодежью и школьниками старших классов, когда говорим о делах бизнеса, ну, как бизнес начинать там и так далее. Когда говоришь вот о таких моментах, как патриотизм, долг родине там и так далее, конечно, они, у них восприятие не совсем такое, не то, что в советское время, да, там и так далее. Нет, такого, к сожалению, почему-то не наблюдаем. Вот у них, у молодежи мышление все-таки немножко по-другому. Век вот этих информационных технологий, вот эти гаджеты и так далее, и так далее. Ну, в чем проблема? Идеологии в стране нет, как была в Советском Союзе? Ну, просто нужно четкую систему выработать, на мой взгляд. Без вот этой системы идеологию такая, какая была в Советском Союзе, построить очень сложно. Когда социальные вопросы, очень много нерешенных социальных вопросов, заниматься идеологией – это тоже, с одной стороны, утопия. Когда социальное самочувствие будет нормально, вот тогда людей можно уже в сознании куда-то… куда-то поворачивать. Поэтому здесь, как альтернатива, нужно четкую систему просто создать. Школа, вуз, и там вот эти процессы должны происходить. И этим должны заниматься там внутри уже все. И учителя, и родительские комитеты, и в вузах там эти молодежные комитеты, молодежные союзы и всевозможные, и так далее, и так далее. Вот на них надо возлагать вот это. Молодежь сами себя внутри, друг друга должны сами воспитывать. Если мы сейчас придем к молодежи, и этот самый, они скажут, дядя, знаешь, что там этот… и такое же есть жизнь. Поэтому какая-то вот системная работа должна быть, мне кажется. Сельфин Ильич, еще у меня такой вопрос к вам вот по поводу Дня Победы. Сейчас у нас отказываются от парадов, запретили все вот эти вот показательные мероприятия. Как вы думаете, это правильно, связывать День Победы и события между войной Россией и Украиной? Ну, знаете, в принципе, каждая страна, особенно это постсоветские страны, особенно те, которые вот… я не имею в виду вот страны Прибалтики, сейчас это уже совсем как будто такое ощущение, как будто их и не было в составе Советского Союза. Я имею в виду вот эти страны, как Белоруссия, Россия, Казахстан, ну, страны ЕАЭС, так скажем, наши соседи, Центральная Азия. Конечно, каждая страна в праве сама выбирать, как ей проводить парад, не проводить парад. Ну, у нас решили не проводить. Я не думаю, что это такая проблема и какая-то вот ситуация такая болезненная. Все-таки на самом деле это же и денег стоит серьезных. Ну, была ситуация у нас, когда вот за годы независимости, ну, и с экономикой было нормально, налаживалось все, все хорошо, были деньги там, излишние, может быть, тратили на вот эти вот дорогостоящие парады. Ведь суть даже не в самом параде, а суть в том, как мы относимся еще к этому дню. А к этому дню мы относимся все с большим уважением. Мы всегда проводим мероприятия. Мы и акиматы, и молодежь, в том числе, и школьники, все-все-все проводят такие мероприятия. Я заложил в семье такую традицию, когда я, вот начиная, дети уже взрослые, но когда им было по 2-3-4 года, мы ходили всегда в парк, в вечный огонь. У меня папа воевал, дяди воевали, папины братья. Поэтому, как дань памяти, как дань уважения нашим отцам, матерям, мы всегда ходили, я им всегда говорил. Вот это, это самая настоящая память. Когда ты приходишь, минута молчания, цветы возложил, походил, постоял. Теперь внуки, и внуки подросли. То есть, вот эта традиция, всегда 9 мая, все, мы всей семьей идем. То есть, и от семьи тоже зависит. Мы относимся так. Я думаю, что большинство людей, практически большинство людей, именно так и относятся. Важно то, что мы внутри чувствуем и испытываем большое уважение к нашим победителям в той войне. И вот эта память, мне кажется, это важнее. Это важнее, конечно, и по ленточкам всегда вопросы, почему это у нас не георгиевская лента, а почему вот такая, какая-то другая лента. Ну, тоже вопрос такой, знаете, на фоне цвета флага нашего у нас лента должна быть. Ну, тоже особой проблемы я не ощущаю. Хотя привычнее, конечно, вот эти георгиевские ленты. Ну, возьмите георгиевские. Прям законодательно же такого сильно конституции, это же не запрещается же. Мы свободные люди, пожалуйста, одень. Можешь одеть эту георгиевскую ленточку, пойти там. Никто с тебя это не снимет, никакие полиции, никто этим не будет заниматься. Ну, желание каждого, пожалуйста. Но в целом, конечно, государство вправе, еще раз повторюсь, что вправе выстраивать свое какое-то отношение к этому вопросу, свое видение. Ничего здесь, не надо злиться на это, не надо на это обращать внимание. Вот, Ильич, говорю, самое главное, вот твое отношение внутреннее. Мы не должны забывать этот день никогда. Во всех поколениях мы этого забывать не должны. И вот этому мы должны учить нашу молодежь. Я думаю, у нас молодежь умная, вот те наши внуки, правнуки, я думаю, тоже все будут чтить этот день, этот день навсегда останется, он и праздничный у нас в Казахстане, это все законодательством закреплено. Одно это уже подтверждает то, что наша страна наравне с другими странами, со всеми те в составе Советского Союза были победителями в той войне. Ну, как минимум, все-таки историю всю эту нужно знать. Конечно, конечно, конечно. Потому, что сейчас очень часто сталкиваемся с тем, что это не просто ничего. Это надо и в школах, это надо и в вузах, везде-везде об этом говорить. Это ничего страшного. Вот как раз-таки это и есть часть идеологии, которая нам нужна. Но о таких вещах, о таких вещах, как наше наследие. Ведь сколько войн было во всех веках, кроме войны, люди ничего особо и не умели это делать там. Только воевали, воевали и воевали. Но наши предки воевали. Вот с точки зрения воспитания, с точки зрения чувства патриотизма к родине, вот эти вещи, конечно, надо говорить. И в том числе про День Победы и День 9 мая всегда останется у нас, я думаю, одним из главных праздников в нашей стране. Серег Малепикевич, спасибо большое вам за то, что нашли время к нам прийти. Спасибо за этот разговор и тоже вас со всеми праздниками. Я напоминаю, в гостях у нас был член Координационного совета Гражданского альянса Караганинской области Серег Сынаубаев. С праздником, до свидания.